Мы с Олегом Соскиным, сегодня 9 апреля, 23 год. Давайте обсудим очень такой целый клубок событий. Они переплелись между собой и чрезвычайно будут иметь, я так думаю, важнейшее в ближайшем времени значение. Причем последствия даже пока трудно представить их. Итак, первое. Как известно, 5 числа состоялось несколько событий. Вот 5 апреля Путин, ну первое, вручил верительные, ему вручили верительные грамоты послы разных государств. Как оказывается, это было вот 5 апреля в 15.45 по московскому времени, 17 вновь прибывших послов иностранных государств. И церемония была традиционно в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. И помните, там Путин выглядел очень неубедительно, очень так растерянно и не в своей тарелке. В связи с тем, что, во-первых, было огромное расстояние между этими 17 послами и Путиным. Во-вторых, он вынужден был несколько раз с ними прощаться. В-третьих, он не пожал ни одному из них руку, сославшись на какие-то ограничения. Но я вам назову, даже вот для понимания, кто был, помните, они ему не аплодировали, они стояли, многие из них просто опустили глаза в пол или смотрели куда-то в другие места. То есть была огромная такая атмосфера, ощущалась тяжелая, отчужденность, и как будто какая-то стена стоит между Путиным и этими послами. Ну, во-первых, кто же приехали новые послы, которые вот эти грамоты привезли? Это королевство Дании, ну, республика Парагвай, королевство Норвегии, республика там Гвинея, как говорится, Африка нас поддержит, да, султана Атамана, экваториальная Гвинея, северная Македония, сирийская Арабская республика, государство Бруней, Мексика, мексиканские Соединенные Штаты, туда скоро надо будет, еще Техас присоединиться, будут объединенные Мексиканские Штаты, республика Гондурас, республика Зимбабве, но это все-таки как бы поддерживают, да, республика Абхазия, это вообще полная, как говорится, трэш была среди этих Линн Мари Трейси, Соединенные Штаты Америки, новый посол, республика Ирак, королевство Камбоджа, вот, Гвинейская республика, ну, и Ролан Робер Галарах, Европейский Союз. И получается, что там в своих выступлениях Путин же говорил, что Россия типа открытая для разного партнерства и так далее, но будет равноправие, учет интересов надо, то есть фактически подчеркивал, что типа независимое самостоятельное государство, тысячелетний у них опыт самостоятельных государств, полная брехня, откуда тысячу лет, и вообще государства не было, была какая-то Московия, там эти лягушки квакали до 16 века, считайте, то есть это просто брехня сплошная, но важно другое еще, что там он характеристику всякие дает, там Парагвай и прочим, прочим, в общем, огромный такой он провел работу, но в результате, по сути, полный провал, и другой, потом было у них, как известно, совет безопасности, и вот здесь начинается самый такой интересный, интрига колоссальная, это когда мы с вами увидели ситуацию, когда, по сути, появляется процесс, то есть вот так он встретился с послами, такие серьезные послы, видите, там и Норвегия, и Европейский Союз, и США, и Дания, и так далее, и так далее, Мексика, вот, даже там типа Парагвай, а вот пятого, получается, был этот совет апреля, и там вдруг мы все увидели, там картинка, где гауляйтеры, это Запорожский гауляйтер, Балицкий, Пушилин, Донецкий гауляйтер, и Луганский пасечник, и Херсонский, вот это ничтожество, это Сальдо, они сидели прямо там, все вместе, возле, недалеко от Путина, но этим не закончилось, потому что 6 числа гауляйтеры были приняты каждый отдельно Путиным, причем уже прямо сблизи, мы видели это Пушилин, я вам рассказывал, как он принимал, но он принял в этот же день и всех остальных, еще троих, они ему жаловались на тяжелую ситуацию, деньги давай, потому что эти Хаммерсы, это все, Украина жить не дает, тяжелейшие условия, и так далее, и так далее, что важно для нас, вот они, Путин их принял лично, за маленьким столиком, это чрезвычайно, то есть если послов вообще на 15-20 метров это двинули, и вообще ни с кем даже за руку не поздоровался, это полные нарушения дипломатического протокола, они же верительные грамоты должны давать, а он принимает их, и руки жмет, и обменивается с каждым соответствующими приветствиями, этого не было, то есть это, ну это колоссальное нарушение всех правил и традиций. Второе, что когда они все эти же приехали и с ним встречались, я вам их перечислил, то Путин заявил, что украинских военных нужно отодвинуть на далекое расстояние, чтобы они не могли наносить удары по оккупантам, и, соответственно, они ориентировались на то, чтобы получить от Путина гарантии, он и обещал, и там будет больницы строить, самая современная железная дорога, и свободная экономическая зона, то есть чего он только им не обещал. То есть врет, врет, врет и врет. Это означает, но главное, что он пытается их консолидировать, типа как новые территории, то есть он всему миру показывает, что это уже субъекты Российской Федерации, и что ни о каких переговорах по возврату этих субъектов быть не может. Это серьезнейший ответ вот этому президенту Бразилии, который говорит, что, типа, Украина должна Крым отдать, и тогда эти остальные территории Украине Путин вернет. Вот он ему показал, что он ему ничего, никто никому ничего отдавать не будет, а наоборот, они будут усиливать террор против Украины и захват этих областей. Следующий важный момент в этом плане, это то, что Путин определился, потому что в это же время он, к нему приехал, его так, давний кореш, его, так сказать, этот, големчик такой, его, Сатрам, это Лукашенко. И вот 6-7-го, особенно 6-го, они там, ну, 7-го там меньше известно, что, но самый главный результат, ну, что, что денег он просил, это понятно, Путин ему, видно, что дал там с барского плеча, поговорим еще дальше про это все, когда уже больше информации будет. Но самое важное, что ракеты будут, и Песков это опять подтвердил, что ракеты они поставят, поставят их на границе с Польшей, Беларусь, Польша, Латвия и Литва, и что это будут, скорее всего, все-таки, ну, и простые с носителями ракеты, но будут и вот эти тактические ядерные ракеты. И важно, что они обговорили и определились, и, видно, какое-то заключили соглашение о том, что если будет типа, вот, как они посчитают, силовое давление на Беларусь, то моментально российские войска придут им на помощь. Прежде всего, самолеты, ракеты, то есть, это С-300, С-400, это Искандеры, которые уже на территории Беларуси есть, С-400, которые есть, и другое оружие, носители этих так называемых кинжалов, это российские самолеты, бомбардировщики, то есть, они договорились, что любые, любые типа дестабилизация ситуации в Беларуси, Российская Федерация сразу нанесет удар по тем силам, которые типа войдут на территорию Беларуси. То есть, сейчас много Лукашенко дает информации, что на территории Латвии, Литвы, Польши готовятся, есть так называемые пункты лагеря такие, где готовят белорусских патриотов, которые так или иначе должны освобождать Беларусь, поэтому они договорились с Путиным, Лукашенко, что сразу будут удары по этим странам. То есть, фактически, уже Путину понятно, что поскольку ничего он с Украиной сделать не может в данном контенте, в этой ситуации, когда Украине передается такое современное оружие, когда есть мощнейшая армия, вот то, что заявил этот посол Украины в Британии, и таким образом до миллиона, один миллион, может и больше, и уже это ему как бы совершенно этот контент понятен, поэтому он считает, что надо наносить удары уже по вот этим членам НАТО. И лучше всего по слабым звеньям это так называемые посткоммунистические страны, тем более уже понятно, что и Франция, и Германия, и Великобритания, ну, Франция и Германия, прежде всего Италия, Испания, они готовы к тому, чтобы Украина начала переговоры, прекращение огня, присоединилась к плану Китая, и Китай здесь стал главной силой умиротворения, то есть, они к этому готовы. А в отличие вот этих так называемых посткоммунистических стран. Поэтому уже как бы Путину объяснили эти старые лидеры, и Киссинджер, и сейчас опять Папа Римский про это заявил, что говорит, ты давай справься вот с этим молодой порослой агрессивной, с Дудой, там, с этими всеми балтийскими лидерами, там, разберись, с Финляндией, вот это и разберись. И если ты там с Швецией можешь чуть-чуть, если у тебя это получится, то тогда мы спокойно с Украиной, это Китай нажмет, чтобы они прекратили огонь и начали переговоры. Вот такая вырисовывается у нас с вами очень такая тяжелая, нехорошая ситуация. И Путину надо это быстрее сделать, чтобы не было украинского наступления или контрнаступления. То есть можно ожидать, что все-таки меня спрашивают, вы говорили, будет и летом сувалковские операции и другие, и все, нету, нету, нету. Ну, так слава Богу, что нету. Представляете, если бы это было, уже бы была третья открытая фаза третьей мировой войны. Поэтому, где бы вы же были, кто, как говорится, спрашивает, почему прогноз сценарий не сбылся. Так вот, я вам сейчас еще раз говорю, ситуация еще больше сейчас напряглась и уже запахла сувалковским коридором. Поэтому, когда мы с вами это анализируем, то мы получаем какую-то возможность, шанс, что может это все вот эти тяжелейшие трагические сценарии, может можно чуть-чуть отвратить, понимаете? Но может уже и нельзя в связи с теми последними событиями, которые я вам сейчас проанализировал. Вы с Олегом Соскиным, все доброго, подписывайтесь на канал, поддержите Олега Ильича, до новых встреч.